Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить итоги недели». В ближайшие 25 минут мы постараемся коротко, но емко рассказать о том, чем была на взгляд наших авторов интересна уходящая неделя. И, разумеется, все взгляды сейчас прикованы к главному спортивному городу мира, нашему Сочи. Олимпиада бьет и будет бить рейтинги информпроектов. Но не Сочи единым жив человек. Рязанские известия нам не менее интересны, да и в чем-то поважнее будут. Теперь коротко о главном сегодня. Школы как мишень после московской трагедии в школах Рязани усилены меры безопасности. МОЗ построим и маршруты оптимизируем. В администрации города рассказали о продвижении общественно-актуальных проектов. Встреча на линиях. Рязанцы обратились в мэрию с просьбой о содействии в развитии местных территорий. Сегодня первых результатов. Сажали налетчиков, выясняли причины автоаварий, задерживали разбойников, судили душегубов в программе дайджест проекта «Неделя полицейских». Ну а теперь начнем по-настоящему. Итак, Сочи. Понятно, что Рязань от морского, а теперь олимпийского города далеко. Но и наше представительство на играх есть. И спортсмены, и волонтеры, и болельщики не обойдется по ходу дела и без начальства. Но рязанские чиновники поедут на Олимпиаду за свои кровные, а не за бюджетные денежки. По крайней мере, об этом заявила на пресс-конференции Татьяна Пыжонкова, возглавляющая, напомню, региональное министерство молодежной политики, физкультуры и спорта. А вот сама Татьяна Евгеньевна в Олимпийский Сочи не попадает. И здесь у нас дел хватает. Главное на сегодня – это организация САСовского этапа паралимпийского огненного пробега. Напомним, это будет 2 марта. На этой неделе, несмотря на занятость спортивного министра области, нам удалось записать интервью с Татьяной Пыжонковой в рамках проекта подробности. Вот фрагмент разговора. Нужно сказать, что два спортсмена Центра спортивной подготовки – это Илья Черноусов и Наталья Матвеева, лыжники – вошли в сборную и будут представлять Рязанский регион в параллельном зачете на лыжных гонках. Нужно сказать, что всего 20 лыжников будут представлять Россию. И то, что два человека от Рязанской области – это замечательно. Несмотря на то, что они не воспитанники рязанского спорта, два года Рязанская область их поддерживала, они получали заработную плату, мы их командировали на различные соревнования, обеспечивали экипировкой, медикаментами. То есть, когда совместный вклад есть в двух регионах, ну, наверное, результаты должны быть получше, повыше, чем просто когда один регион сопровождает спортсмена. На этой неделе мы несколько раз связывались по телефону, так сказать, с нашими людьми в Сочи. Это волонтеры Наталья Копылова и Илья Болдин. Вот первые впечатления Натальи, записанные в канун Олимпиады. Интересно, что среди волонтеров есть и ветераны этого движения, которые помогали проводить еще знаменитую советскую Олимпиаду-80. Так что спортивный дух царит в Сочи везде и среди всех. Разговаривал с Олимпийским Сочи Глеб Галушкин. Атмосфера праздничная, народ гуляет, все веселяют друг друга с началом Олимпиады. Сегодня вот сейчас был завершающий этап проходения Олимпийского огня по городу. И уже вот сегодня вечером дожить на церемонии открытия Олимпийских игр. И еще с одним рязанским волонтером удалось созвониться накануне открытия Олимпиады. Илья Болдин, так его зовут, и он поведал, что сейчас все очень заняты, поскольку игры для волонтеров – это интенсивная и нелегкая служба в дни и ночи. Об этом Илья сразу и заявил. Атмосфера какая в городе сейчас стоит? Праздничная, веселая, приветливые люди? Да, соответственно. Погода хорошая, соревнования начинаются, соответственно, люди все... Ну, как бы, довольны, приимны те, кто местный, да, по отношению к придержи. Никаких проблем в городе нет. Появились слухи в прессе, в первую очередь, что вот объекты критиковали. А вот на ваш взгляд, вот как они, нормально построены? Я не могу ничего сказать по этому поводу, все нормально. К сожалению, радость ожидания олимпийских побед затмила на днях известий из Москвы, где старшеклассник одной из школ расстрелял учителя, затем смертельно ранил полицейского. История сейчас разбирается до деталей, обсуждается со всеми подробностями, но важно немного другое. Наши школы, да и детсады по-прежнему почти никак не защищены от проникновения всяких личностей. Ну, пытался охранник в Москве что-то предпринять, но юный убийца просто передернул затвор винтовки и страж порядка сел на место. Хорошо, что тревожную кнопку успел нажать. На этой неделе и мы пытались выяснить, насколько рязанские школы оснащены в плане безопасности. Уже сейчас в большинстве рязанских учебных заведений для предотвращения возможных экстренных ситуаций установлены системы видеонаблюдения, видеодомофоны, а также тревожные кнопки связи с полицией. На примере 72-й рязанской школы можно рассмотреть систему работы школьной охраны. Охранник имеет возможность связаться с тем, кто заходит, и спросить, с какой целью пришли посетители, и пропустить их, чтобы непосредственно посмотреть уже на входе. Ежеквартально во всех рязанских школах проходят учения по эвакуации. Также сейчас активно работают школьные психологи. По словам Елены Щепотиной, с ребятами регулярно проводятся специальные тренинги. Также исполняющий обязанности начальника управления образования Геннадий Лескин сообщил, что в Рязани работает антикризисная группа, в которую входят высококвалифицированные педагоги и психологи. И ребята могут к ним обратиться за необходимой помощью в любое время. Сейчас, по словам Геннадия Лескина, в планах у городских чиновников оборудовать школы металлоискателями. К другим темам. Отворот-поворот недели случился у известного рязанского функционера Михаила Батькова. Напомним, до середины прошлого ноября он возглавлял контрольно-счетную палату Рязани. Однако при новом составе Гордума удалился в отставку. И вот на этой неделе стало известно, что, по всей видимости, не быть Михаила Батькова и региональному полномоченным по защите прав предпринимателей. Как известно, его кандидатуру внесла в правительство области комиссии по развитию малого и среднего бизнеса. А вот не задача. Кадровая проверка установила у претендента наличие зарубежных активов. Так что, выходит, как-то подзабыл Михаил Игоревич про свои некоторые загранактивы, собираясь на госслужбу. А их из Рязани-то и разглядели. Губернатор Олег Ковалев заявил о своем решении не назначать уполномоченного и запустить процедуру заново. На этой неделе состоялось заседание регионального правительства, где начальство вновь обсуждало вопрос об охранных зонах в Рыбновском районе, конкретно в Есенинских местах. Напомним, сейчас вопрос об охранных зонах находится в прямом введении вице-губернатора Сергея Филимонова, который проводит в этой связи встречи с местными жителями, главами поселения, активистами и общественниками. Все высказанные предложения, сказал Сергей Филимонов во время выездного рабочего совещания по вопросам охранных зон в Константинове, будут обобщены и представлены губернатору Олегу Ковалеву. На заседании правительства слушали отчет на есенинскую тему. Отчитывалась комиссия, созданная по поручению губернатора. Первое. Установлено, что постановление регионального правительства, регламентирующие границы охранных зон культурного наследия в районе сел Константиново, Пощупово и Костино, соответствует действующему законодательству. Второе. На заседании принято решение о создании объекта «Достопримечательное место», который включит в себя гораздо более обширную территорию, чем та, что определена постановлением федерального правительства 6 лет назад. Рабочую группу по созданию упомянутого достопримечательного места возглавит вице-губернатор Сергей Филимонов. Под его началом специалисты музейного дела, архитекторы, историки, общественные деятели Есенина Веды определят границы, предметы, режим охраны и ряд других параметров. Итоги будут представлены на рассмотрение губернатора в виде проекта постановления правительства Рязанской области. На этой неделе в Рязани, кажется, сдвинулось с места дело по строительству мостика на Московском шоссе. Того самого, которого ждут многие горожане, а некоторые уже и сами в речушке побывали и машины топили. Вот подробности от Глеба Галушкина и градоначальства. Летом прошлого года губернатор Олег Ковалев побывал на месте строительства пешеходного моста через реку Павловку в районе Московского шоссе. Тогда он поручил поскорее приступать к реализации этого проекта. Сегодня заместитель главы администрации Рязани Юрий Бабушкин сообщил, что городские власти приступают к выполнению поручения губернатора. В настоящий момент размещен конкурс на закупку строительно-монтажных работ, которые подразумевают строительство моста пешеходного через реку Павловка в районе существующего автомобильного моста в районе в промежутке между торговыми центрами «Метро» и торгово-развлекательным центром «Премьер». Планируется, что в течение февраля месяца этот конкурс состоится. И с апреля месяца подготовительные работы по строительным работам, ну и с последующим продолжением строительных работ в мае месяце начнутся. По планам администрации эта работа должна закончиться в течение лета. Еще одна важная тема, которая коснулся заместитель мэра, это разгрузка дорог областного центра. Соответствующее поручение на прошлой неделе дал губернатор Олег Ковалев. Юрий Бабушкин поведал о планах городской администрации расширить проезжую часть возле путепровода на улице Есенина в месте пересечения улиц Спортивной и Галенчинского шоссе. «Также у нас размещена закупка проектирования дорожного покрытия по улице Колхозной с выходом ее на перекресток улицы Новая и улицы Горького. Этот конкурс также сейчас находится в торгах. То есть планируем, что в течение, опять же, летнего строительного сезона эти работы будут не только спроектированы, но и выполнены, построены». По планам чиновников из городадминистрации, реализация этих запланированных проектов поможет значительно разгрузить автодороги на трудных участках, а улица Колхозная должна стать полноценной дорогой-дублером улицы Есенина. Вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город. Время говорить». Итоги недели вкратце о содержании второй части сегодняшнего проекта. «Они не пройдут. Рязанские власти брутально закрывают доступ машин в пешеходные зоны. Теперь не проедешь на Лыбедку, на очереди другие территории без лошадности». Это можно, а вот этого не надо. Специалисты Федеральной антимонопольной службы разъяснили некоторые тонкости нового законодательства о рекламе в области медицины. Сажали налетчиков, выясняли причины автоаварий, задерживали разбойников, судили душегубов в программе дайджест проекта «Неделя полицейских». Продолжаем программу. На этой неделе рязанские власти взяли да и закрыли для проезда транспорта Лыбецкий бульвар. По сути, он и раньше позиционировался как пешеходная зона, даже дорожным знаком был отмечен. Но если бы наши автомобилисты строго реагировали на запрещающие знаки, мало таких у нас, ой, как мало, а потому машины бойко и смело заполонили эту самую пешеходную зону и победили запрещающий знак. Вот и пришлось мэрии на Лыбецком ставить более серьезные запоры. Праволыбецкая является улицей, наиболее загруженной в будние дни, стоящим транспортом. Офисов полно, а парковки нет и в помине. Поэтому работникам предприятий приходится оставлять свои автомобили внизу, в пешеходной зоне. Лыбецкий бульвар у нас является пешеходной зоной. И, соответственно, было проведено обследование этой территории на предмет несанкционированной парковки транспортных средств на пешеходной зоне. И по результатам этой проверки было принято решение оградить пешеходную зону ограждающими конструкциями для того, чтобы предотвратить как уничтожение тротуара, так и зеленых зон транспортными средствами со стороны улицы Праволыбецкой и со стороны Мюнстерской. И соответствующий контроль дирекции благоустройства, которая будет осуществлять эти работы, будет также осуществлять и контроль. Ограждения и шлагбаум будут установлены вдоль проезжей части. И все, машинам встать негде. Таким образом получили реальное воплощение мечты многих горожан видеть Лыбецкий бульвар пешеходной зоной. Вообще противостояние пешеходов и автомобилистов – вечная тема, даже когда речь идет о стоящем транспорте. После пешеходной победы на Лыбецком уместно будет вспомнить и о городском парке у филармонии. Здесь даже запрещающих проезд знаков не наблюдается. Кстати, при упоминании об этом репортерами, Юрий Анатольевич был искренне удивлен и пообещал ситуацию изучить и взять на контроль. Так что, возможно, не за горами шлагбаум и на въезде в Рязанский горпарк. И это было бы справедливо. Теперь о медицине. И в то же время не совсем о медицине. Дело в том, что в наступившем году законодательно во многом запрещена реклама медуслуг, а также публичное продвижение народных средств из лечения. Также в новом законе определена трактовка понятия медицинской деятельности и медицинской услуга. Разбиралась в законодательных новеллах Олеся Котровская. В новом году изменились меры регулирования закона о рекламе. В прошлом все запреты относились к рекламе алкогольной продукции. Теперь настало время медицинских услуг. Если раньше в СМИ говорили о возможных противопоказаниях той или иной медуслуги, то теперь о ней совсем запрещено упоминать. В первую очередь у нас запрещена реклама прерывания беременности полностью везде. Ограничения установлены также в отношении рекламы народной медицины. Теперь она не должна содержать какие-то одобрительные отношения к этому виду деятельности. Запрещено в этой рекламе, скажем так, побуждать население и потребителя к тому, чтобы не обращаться к врачам. Ну и еще ряд ограничений, которые в принципе введены законом нового рекламы. Несмотря на то, что медицинские услуги рекламировать сейчас нельзя, исключение есть. Это мероприятия, в которых участвуют только медицинские сотрудники. Всевозможные конференции и выставки. Остальное под запретом. В 2012 году Пленум высшего арбитражного суда номер 58 дал некоторые разъяснения, каким же образом отличить медицинскую деятельность от медицинской услуги. Для большего понимания скажу так, что медицинская деятельность – это профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи. А медицинская услуга – это вмешательство, скажем так, вмешательство. То есть все, что делается, какие-то процедуры, какие-то профилактические мероприятия, какие-то мероприятия, направленные на то, чтобы излечить заболевание. С 1 января этого года ужесточается мера ответственности для лиц, которые нарушают изменения закона о рекламе. Продолжает программу репортаж на тему «Как нас видят и слышат сверху». Дело в том, что недавно рязанский мэр Виталий Артемов провел очередной личный прием граждан, на котором делегаты от имени народа попросили его заняться вопросами, накопившимися у жителей гор Рощи, в частности, у обитателей домов по 4-й и 5-й линии. О том, как отреагировала власть, далее в нашем эфире. Долгое время местные жители этот парк на улице Шевченко иначе как страшным не называли. Однако в прошедшем году совместными усилиями горожан и чиновников из городской администрации парк стал приобретать облагороженный и человеческий вид. И теперь, как и прежде, жители близлежащих домов стали гулять здесь с детьми. Напомним, что Новопавловскую рощу городские власти хотели сделать парком еще в 2007 году. Однако активная работа по расчистке этой зеленой зоны от мусора началась лишь в середине лета прошлого года. За это время работники службы по уборке города опилили ветки со старых деревьев, а местные жители и волонтеры очистили дорожки и пруд от мусора. Здесь бомжи собирались и все. Здесь страшно было. Во всяком случае, мы вот с ребенком обходили стороной. А сейчас хочется здесь пройтись по парку. Парк этот детский. Будут тут дети. Самое главное, командиры и начальники. Всех пожеланий мы учитываем. Мы вот здесь пометили деревья, которые будем опиливать, и, значит, которые нависают над прудом, чтобы ветки сюда не сыпались. Пруд этот будет дочищаться. И здесь будем рыбку ловить. Будем смотреть, рассматривать возможность установки детских площадок. Больше работ будет произведено по благоустройству самого парка, по оборудованию пешеходных дорожек. Также в планах у городских властей отремонтировать прилегающую к парку улицу 5-я линия. В этом году здесь произойдет замена асфальтового покрытия. И это тоже пожелание местных жителей. Соответствующей просьбой на личном приеме они обратились к главе администрации Рязани Виталию Артемову. 5-я линия будет позволять спокойно выезжать направо и налево, на лево, на линком самого. Я считаю, что эта артерия позволит соединить, можно сказать, то направление, которое двигается с Московского шоссе в направлении улиц Черновицкой, в направлении улиц Островского, в направлении того же бульвара Братиславского и выходить туда на Куйбышевское шоссе. Положительные перемены с Новопавловским парком – отличный пример взаимодействия власти и горожан. Ведь именно благодаря таким совместным усилиям заброшенная зеленая зона постепенно превращается в облагороженный сквер, куда без боязни на прогулку могут прийти дети и родители. В этот четверг проявили творческий креатив рязанские дорожные полицейские. Проявили, надо сказать, в чем-то вынужденно. Дело в том, что в ГИБДД накопилось немало фотоматериалов, отснятых на грустных и даже трагических местах автоаварии. Понятно, что это не инспекторы такие жестокие и кровожатые, а такова дорожная жизнь. Все фото – это застывшие мгновения трагедии, оборванных жизней, кадры, за которыми горе многих людей. Надо ли было все это выставлять в экспозиции? Полицейские уверены – надо. Такая вот наглядность агитирует за правильное дорожное движение гораздо лучше слов и пунктов инструкции. На выставке «Печали» была Оксана Тебенихина. В торгово-развлекательном центре «Малина» открылась самая, пожалуй, мрачная фотовыставка недели. Этого могло бы не случиться. Так было решено озаглавить коллекцию фотографий, сделанных на месте ДТП унесших жизнь людей. Год начался у нас, так сказать, не очень удачно. Сейчас у нас рост по всем показателям – это и ДТП, и погибшие, и раненые люди. По имени трезвых водителей уже погибло два человека, а 123 пострадало. В общем, в связи с чем и было принято решение управления внутренних дел проведение вот этой фотовыставки. Исполняющий обязанности начальника областного управления ГИБДД также отметил, что каждая шестая автоавария с фатальным исходом происходит по вине молодых водителей, и стаж вождения которых не превышает трех лет. Поэтому в первую очередь именно неопытным водителям следует посетить выставку. Это шокирующая реальность, наверное, которую каждый, посмотрев ее, задумывается. И, наверное, соблюдение вот этих, на первый взгляд, нехитрых правил дорожного движения. Каждый задумывается о своем поведении в процессе дорожного движения, и что многих убережет от трагедии. Выставка продлится две недели. Посетить ее сможет каждый желающий. Конечно, если нервы в порядке. Ну и продолжая тему, предлагаем вам очередную подборку рубрики «Неделя полицейских» от ее автора Глеба Галушкина. На этой неделе рязанские полицейские накрыли очередное игорное заведение. Подпольное казино располагалось в сокольном этаже одного из жилых домов на улице Горького. Внутри помещения рязанские полицейские обнаружили стол для игры в покер, стол для рулетки, а также три игровых автомата. Игорное оборудование стражу порядка изымают из этого нелегального заведения уже не впервые. Пару месяцев назад оперативники уже приходили по этому адресу и изымали покерные столы и одноруких бандитов. Однако, по всей видимости, после визита полицейских, игра в этом клубе началась вновь. Сейчас на владельца помещения для направления в суд подготовлен материал об организации и проведении азартных игр. Также на этой неделе рязанские правоохранители продолжили рейды по точкам продажи нелегального алкоголя. На этот раз полицейские обследовали микрорайон Дашково-Песочня. На остановке Точный Вест, расположенной в Дашково-Песочне на улице Зубковой, в одной из торговых палаток был выявлен факт реализации алкогольной продукции, непосредственно пива и коктейльных напитков внестационарном торговом объекте. В настоящий момент изъято порядка 100 литров пива и порядка 10 литров коктейлей «Черный русский». За то время, которое мы здесь находимся, порядка пяти человек подходило и непосредственно спрашивали о продаже алкогольной продукции. За последнее время рязанские полицейские регистрируют учащение случаев телефонного терроризма. Полицейские предупреждают, что такие шуточки могут дорого обойтись как самим хулиганам, так и в случае их несовершеннолетия их папам и мамам. Строго говоря, такая шутка квалифицируется законодателем как уголовное преступление, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, ответственность за которое предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание за данное деяние предусматривает крупный штраф и лишение свободы до трех лет. Независимо от возраста подростка на его родителей, в связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов, возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией проведения специальных мероприятий по проверке поступивших угроз. Вечером в понедельник в магазин на улице Циолковского пожаловал мужчина и под угрозой пистолета, как впоследствии выяснилось газового, потребовал у продавщицы деньги. Полицейские прибыли на место весьма оперативно, пьяного грабителя задержали. А в магазине ничего делал? Ну не помню, что я делал. Зашел, наверное, зачем-то. Зачем? Ну, надеюсь, я там ничего не сделал такого плохого. Чего у тебя предмет похожий на оружие было? Что такое? Да он не похожий, это было оружие. А что за ствол? Откуда я знаю? Нормальный ствол, только сжавый. А ты его взял? Я же сказал, на Циолковского. Где овраг? Ну? Ну, смотрю, валяется, взял. Дальше что? Я даже думал, он не стреляет. Ты его с собой взял, да? Ну да. Потом куда пошел? Ну вот потом пошел домой. А в магазин не заходил? Вот это не было. Заходил, наверное, раз там был. Понятно. Только вопрос, зачем? Чего-нибудь дома купить заходил? Ничего не купил? Да не помню я. На неделе отметились и работники госнаркоконтроля. Сначала в одном из районов города оперативники задержали мужчину, в дачном домике которого обнаружили более килограмма конопли. А буквально на следующий день на проходной одного из заводов поймали слесаря-мигранта, у которого изъяли литр гашишного масла. Подозреваемый, к слову сказать, наркопотребитель с достаточно большим стажем, был задержан непосредственно на проходной своего завода. И в телогрейке, в рукаве у него находилась литровая емкость с наркотическим средством гашишное масло, массой сухого остатка 117 граммов, что является крупным размером. На сегодня все, да и вообще пора отвлечься от аналитики и размышлений. У нас с вами не так уж много выходных, а Олимпиады в России так и вообще пока проходят по разу в столетии. Так что смотрим и слушаем спорт, болеем за наших и не забываем сами о том, что движение – это жизнь. Если, конечно, речь не идет о пробежке в винный магазин или в палатку за табаком. Бросайте вы это дело, вставайте на лыжи, покупайте абонементы в бассейны и фитнес-центры. И дешевле обойдется, и для здоровья важно. Да здравствует физкультура и спорт, и пусть в Сочи наши победят. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин